Ребята, всем привет! Сегодня будем заниматься ремонтом блока комфорта очередного от Шкоды Октавии А5 Человек опять поставил ксенон по стандартной схеме и теперь у него пробил ключ и он уже целый год катается не может никак понять, что с машиной а на самом деле, вот сейчас он попал к нормальным диагностам и ему определили сразу что неисправим блок вот сейчас будем менять, скорее всего пробил ключ как обычно у них это типовая неисправность вот еще раз покажу, как я это делаю, то есть ремонт в принципе на 20 минут вот, ладно, ребят, погнали будет интересно. Так, ребят, блок у нас вот такой это у нас Шкода, да, автомобиль? Шкода Шкода Октавия А5, второе поколение вот, блок комфорта. Короче, вот у нас горит поворотник постоянно по левому борту вот, то есть нам надо прозвонить, скорее всего пробил ключ, то есть он у них общий теплотвод, это подающая шина питания они вот как раз вот припаяны, да и вот прозваниваем оба и вот у нас то есть у них вот половина выводов, то есть подэтаж это сейчас покажу это один выход, половина вывода второй вот, один у нас постоянно пробит, звонится то есть вот эти все исправны один ключ у нас пробитый сейчас вот эти все еще проверим, если там не видно, то с первого вывода так, и вот этот еще и все остальные, вот неисправный ключ горят, короче, поворотники по одной стороне постоянно канал пробитый и поэтому, соответственно, то есть минус постоянно, ну, плюс постоянно проходит и светятся поворотники так, ребята, установили плату на прожектор на наш снизу, чтобы подогрев был вот наносим на выводы, короче, и под микросхему флюс вот аппликатор он так раз он уже, видите, снизу нагрелся начинает сразу же это расплавляться и затекать под микросхему со всех сторон вот так плюс нанесли и чуть-чуть нагревается сейчас включим фен и будем с феном сверху, короче, нагревать еще чтобы снять микросхему вот уже нагрев снизу идет и вот флюс уже начинает закипать и вот сейчас феном смотреть помогаем прям буквально немного и микросхем сейчас сразу отпаливается причем она и снизу с тепловым корпусом как раз вот все уже припой начал блестеть и все берем пинцет мы их сейчас поднимаем вот так раз все микросхемка отпаяна пробита и вот у меня заготовлено уже была новая у меня уже запас есть этих драйверов постоянно приносит в месяц не знаю штуки 2-3 приходится чинить вот и как правило у всех история одна поставили китайский ксенон и выгорает вот я уже у меня было видео по ети я делал вот фенчиком помогаем и сейчас брюшку уже микросхем припаяется припой и потом сейчас вот пинцетик мы подвигаем и она сядет на место как надо вот помогаем феном прогреваем и снизу нагрев идет и феном и она на расплавленном припое спокойно двигается и вот так сдвигаем ближе к центру чтобы равномерно выводить с обоих сторон на одинаковом расстояние она была припаяна вот все она ровно стоит убираем фен выключаем подогрев наш сейчас припой застынет и еще паяльником по выводам пройдемся берем паяльник не знаю как кому а мне сам универсальный жал это топорик мне прям очень удобно все делать под этим включаем теплоемка давайте включим еще подогрев добавим прям совсем немного просто чтобы легче появилось проще немного набрать припоя сейчас по-быстрому пройтись по всем выводам потом проще сопли немного убрать вот шифлюсь добавим чтобы лучше появился и погнали то что слипается ножки бояться этого не надо просто потом вот так вот разгоняем припой по всем выводам и можно флюсь потом побольше добавить и нормально все он распаивается и опять же если выходит да не уходит вот капелька надо жало потыкать в эту губку железную чтобы лишний припой с ним счесть и вот так за несколько приемов флюсь еще чуть-чуть добавим когда есть флюс он то есть ну как снижает поверхностное натяжение и припой убирается оттуда так вот смотрите раз сейчас вот так раз все из-за подвыводов мы убрали все все выводы пропаяли все можно выключить подогрев проверяем что все выводы припаялись иголочкой так раз раз по всем выводам все никакие не шевелится значит припаялся качественные обязательно смываем с собой весь флюс ну можно вот этот я флюкс плюс использую можно не смывать но я стараюсь всегда смыть весь флюз за собой не надо на него иметь свойство налипать пыль грязь всякой может потом начать проводимость появиться здесь возможность всегда лучше смывать ватной диском протерли впитал лишний там грязь все вот и между ножик еще посмотрим мусор какой-то припой вот как тут так сейчас все микроскопом проверим что нигде ничего не спаялся вот между ножек надо посмотреть что никаких соплей не осталось то ну пока клиент тем более без машины приехал надо обязательно убедиться что там все ровно ну хотя между вот этими выводами это не важно чтобы между каналами ключа ничего не произошло вот качество пайки вот такое примерно так ребят финальная проверка прозвоним один исправим второй все тоже больше не звонится а вот микросхемка которая выпаялась у нее вот плюс подаем на брюшко вот она звонится один канал звонится второй не звонится она пробита все ремонт выполнен а еще короче ребят похвастаюсь вам я тут от алекса гайвера собрался вот такую штучку никси клок напечатал на принтере корпус но я не стал как он красить его на этих индикаторах ин 12 советские вот эти газоразрядные которые вот офигенная штучка получилась вот это сотовые зарядки работают хорошо будет у меня в гараже теперь время мне показывать куда них надо поставить прикольно вообще тема время 8.00 вот такие часики запилил ребят вот такой у нас получился сегодня ремонтик ремонт блок комфорта октавия 5 вот то есть как бы владельцам делаю предупреждение не используйте ксенон там какой-то колхоз ксенон или еще что-то такое иначе будете как бы попадать на бабки вот короче ребят смотрите еще хотел сразу сделать объявление небольшое по этому видосу завтра наверное давайте проведем у нас сегодня среда вот а завтра наверное проведем стримчанский завтра у нас небольшая датка у нас короче завтра год каналу 20 января у нас там первые видосы выложены были вот пообщаемся короче что там вот короче жду завтра всех на стриме вот так что вот как это ладно ребят надеюсь контент был полезен кому-то по традиции пишем свое мнение все в комментах ну и всем добра всем пока субтитры